В Петербурге проходит опознание погибших при крушении пассажирского самолета в Египте. Самые тяжелые минуты для родственников, которые уже никогда не увидят своих близких живыми. Приступили к работе и судмедэксперты. Тела 144 человек, найденные на месте авиакатастрофы, доставили в город рано утром. Остальных привезут ближе к ночи. Второй спецборд МЧС уже готовит к отправке. Из северной столицы передает наш корреспондент Алексей Карипанов. Психологически и морально это, пожалуй, самый сложный день для родственников. Сегодня предстояло увидеть тела погибших своих, родных и близких. Длительная скорбная процедура происходит здесь, в специализированном ритуальном учреждении Петербурга. В опознании помогут и пробы ДНК. Их уже отобрано больше двухсот. Ранним утром транспортный ИЛ-76 привез в Петербург тела 144 погибших. Грузовики-рефрижераторы доставили скорбный груз в бюро судебно-медицинской экспертизы. Там работали следователи. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело, а значит, необходимо было установить точную причину смерти всех пассажиров. Уже первые родственники приехали. Процедура началась. Следственный комитет индивидуально приглашает родственников. Процедура следующая. Происходит опознание. И в дальнейшем родственники принимают уже на месте решение, когда они будут забирать. Сегодня ли, завтра. Все здесь возможности, все опции есть. Все они доступны. На место опознания родственники пассажиров из Петербурга приезжали самостоятельно. Многие несли с собой цветы. Те, кто прибыл из других регионов в ритуальные учреждения, доставили отдельно силами городских транспортных предприятий. Накануне в Петербурге встречали жители Кировской и Самарской областей. Сегодня из Удмуртии и Ульяновской области. Помещения, где происходит опознание, сделали максимально комфортным для людей в стрессовой ситуации. Ни один человек не находится без внимания. И психологи сразу нескольких бригад, МЧС, Института Сербского здесь находятся. Наша передвижная врачебная амбулатория, она будет здесь тоже находиться постоянно для оказания возможной помощи. Свидетельство о смерти, которой нужны людям для получения социальной помощи и гарантии специалисты отделов ЗАГС выдают прямо на месте. Кроме того, сегодня заявление от родных погибших начинает принимать и страховая компания. Сумма выплат по каждому члену семьи составит 2 миллиона рублей. В правительстве Петербурга особо подчеркнули, город готов выделить родственникам дополнительные средства. Правительством города принято решение об оказании материальной помощи семьям погибших в размере 1 миллиона рублей на каждого погибшего, независимо от того, где они проживали и где зарегистрированы. То есть семьи, без исключения семьям погибших, город Санкт-Петербург выплатит именно такую материальную помощь. Кроме того, готовы помочь с организацией похорон. В Петербурге предоставят места на городских кладбищах, но где придать земле погибших, каждая семья будет решать самостоятельно. Создать общего захоронения не планируется. Тем временем в Пулково стихийный мемориал весь в цветах. Поток людей не кончается. Это не только пассажиры рейсов, но и те, кто приехал специально. Ночью, с семьями. Боль в сердце. Невосполнимая утрата. Просто даже без слов. Мы тоже вот нашу куклу принесли, которую с детства у моей супруги кукла была, принесли сюда. Ну, я не знаю, по-другому мы никак не можем выразить ской. То есть это очень большая трагедия. Дай Бог, чтобы эта трагедия была самая последняя трагедия для России. Это ваша малышка? Да, это наш малыш. Сколько малышу? Малышу уже один месяц. Вы всей семьей пришли? Да, мы всей семьей пришли сюда, чтобы почтить память. Ну, вот, скорбить со всеми вместе. Специально приехали почтить память. Очень большая трагедия. Очень большое горе для всех семей. Траур по погибшим в Петербурге продлен до 3 ноября. Алексей Крепанов, Владимир Смирнов, Владислав Пасечко, Ксения Угарова. Первый канал. Санкт-Петербург.